Друзья, решила я выйти, значит, на такой балкончик-терраску, не знаю как назвать, показать вам такую красивую природу и рассказать про знаки. Помните, я вам обещала видео про знаки, про то, почему мы не поехали в Краснодар, да, в общем, про переезд, который мы решили. Давайте сейчас я вам это все расскажу, чтобы потом к этому не возвращаться. Значит, что произошло? Все началось в Москве, все началось еще в Москве, в машине у нас не работал кондиционер, соответственно, если едешь на юг, по-любому нужно что? Нужен кондиционер, иначе никак. Да он и так, в принципе, нужен по Москве, ну так, в принципе, если на небольшие расстояния, это, ну, можно открыть окошко и поехать, то есть это не смертельно, но на юге это в натуре смертельно, по-другому не скажешь. У нас не работал кондиционер. Кондиционерами, ремонтом кондиционеров занимается не каждая автомастерская, то есть есть специализирующиеся на этом. И мы ее отдали, и она у нас недели три была в ремонте. Почему? Потому что, когда начали разбираться, выявили то, что не хватает какой-то там детали, которую искали по всей Москве, в общем, искали-искали, не нашли, и заказали ее из Белоруссии, пока она пришла. Начали там что-то ремонтировать, устанавливать, оказалось, что там еще что-то не нужно заменить. Опять заказывали, в общем, в чем суть? Уже тогда не складывалось что-то, потому что уже нам ехать нужно было, у нас же расписаны все числа, номера в гостиницах, все это как бы снято, да, то есть запланировано. И у нас оставался там буквально день до поездки, и там просто уже в торопях это все делали, ну как делали, уже под самый-самый конец дня отдали нам. И остается вот день, и выявляется, что машина не открывается. Почему она не открывается? Сломан этот замок, то есть ее раз открыли, она снова не открывается. В общем, там еще морочились тем, чтобы она открывалась, и это прям вот за день до поездки. За два дня до поездки мы забираем ее из ремонта с кондиционером, да, за день до поездки она перестает открываться. Я уже говорю, слушай, ну что-то вот прям все против нашей этой поездки, может, давай перестроимся немного. Ну, он уже, знаете, решил Краснодар. Я, кстати, кто, не знает, я сама вообще с южного города, и я не люблю юга, не люблю моря, для меня это не отпуск, для меня это не отдых, я, кстати, даже не умею плавать. Я не понимаю, да, вот этого, поехать на море чисто для того, чтобы просто весь отпуск просидеть вот возле моря. Ну, для меня лично, для меня, может, как я с девушкой одной разговаривала, она говорит, я так упахалась на работе, что просто мне не хотелось никуда ходить, ничего делать, просто хотелось возле моря зависнуть и не двигаться. То есть, ну, понятно, что у каждого человека свой отпуск, свои впечатления, свои. Мне нравится движуха, мне нравится посещать какие-то новые места, что-то смотреть, что-то запоминать, то есть, напитаться впечатлениями. Море мне не нравится, не нравится мне под солнцем сидеть. Ну, так, ну, это не мой отпуск. И когда мы ездили даже на Красную Поляну, понятно, что там Сочи рядом, там мы ездили на море, ну, потом посидели два часа и ушли. То есть, чтобы целый день потратить на море, нам этого времени жалко, и нам хотелось больше впечатлений. Мы там и на кору поднялись, и туда, и в музей, и туда, и сюда, и сюда. То есть, мы столько впечатлений напитались, когда ездили на Красную Поляну. Зря, конечно, что я вам тогда не снимала влоги, но ладно, не в этом суть. Что? Начало происходить дальше. Ну, у нас как было, мы едем до Воронежа, в Воронеже там зависаем на день, и дальше в Краснодар, потому что напрямую из Москвы в Краснодар, как бы это невыносимая дорога. И только мы поехали всю дорогу дочки. Было плохо, ее тошнило, ее вырвало. В общем, вся такая поездка какая-то сумбурная была, в торопях, то кондиционер не работал, то ребенка все тошнит. Она обливала весь этот вешие игрушки, там какие у нее рядом были, все это выкинулось, потом чистили, короче, машину. Как-то вот, знаете, едешь, и уже тревожно, как-то вот что-то вот. И закончилось все тем, что прям за 20 минут до въезда в город, мы уже были в Воронежской области, за 20 минут до въезда в город, собака перебегает дорогу, и мы ее сбиваем, и, в общем, у нас капот, там часть деталей отвалился, короче, повредились детали, вы вызвали эвакуатор. Благо, благо, знаете, я говорю, что, мужу говорю, что вся вселенная нам кричала, потому что нам не нужно в Краснодар, это не наша поездка, что-то либо в Краснодаре случится плохое, либо мы что-то там сделаем, и что повлечет как-то, ну, в общем, на нашу дальнейшую жизнь как-то отрицательно сложится. Но при этом вселенная нам кричала, другой путь сделать, и знаете что? Я говорю, видишь, вселенная не хочет нам навредить, мы за 20 минут до Воронежа, даже нам эвакуаторщик говорит, ничего себе, вы сбили собаку, вам повезло то, что вы прям рядом с городом оказались, если бы это было где-то далеко от города, это неизвестно, в какую бы сумму обошлось эвакуатору заплатить, потому что мы заплатили 4 тысячи за то, что нас до города довезли, до автосалона. Там бы вообще, наверное, десятки какие-то тысяч получились. В общем, я говорю, вселенная нам не хочет навредить, она хочет предупредить. В общем, мы застряли в Воронеже, но я очень рада, что мы там застряли, в плане того, что мне Воронеж очень понравился. Мне понравилось Воронеж, я просто в восторге от Воронежа, это очень чистый, очень ухоженный, современный город, просто вот город мой, вот можно даже сказать, в таком бы городе я жила. И мы там провели сколько, 3 дня в Воронеже, пока ремонтировали нашу машину, ее там подремонтировали, заказали детали, да, в общем. Но мы еще думали, я уже мужу говорю, уже как-то все против того, чтобы ехать, он говорит, да нет, но мы же, в общем, надумали. И получается так, что кондиционер все равно не работает. То есть, чтобы отремонтировать кондиционер, там нужны его реально, какие-то детали заказать, в общем, еще застрять. Ну, понятно, что мы не можем застрять в Воронеже, там остаться жить на неделю. то есть, нам надо двигаться дальше. И я говорю, видишь, то есть, все хорошо, машину нам отремонтировали, все дали, но едьте себе, но только не в Краснодар, потому что кондиционер все равно не работает. То есть, и тогда муж сказал, действительно, все как будто бы против нашей поездки, при том, при всем, что мы все равно не депрессировали, я особенно, эмоции нашей семьи не депрессировали, все равно я пыталась поднимать настроение, все равно вы видели по влогам, что мы ходили везде. То есть, ну, смысл плакать, если это уже случилось, все, надо как-то выруливать из этой ситуации и получать какие-то позитивные эмоции из-за того, что мы оказались в Воронеже, в общем, и мы решили, что действительно в Краснодар нам не нужно, и мы поворачиваем в сторону, в нашу сторону, в сторону Москвы, и посмотрели, говорю, давай посмотрим, какие там еще города, которые мы можем посетить, но не отдаляясь от Москвы, а приближаясь к ней. И мы выбрали для посещения Луцк, ой, Луцк, Луцк, это же в Украине город, Липецк. Мы выбрали Липецк, и мы выбрали Тулу, и завершили все это островом, где мы сейчас находимся. Что могу сказать? Луцк имеет свою, ну, это как мои впечатления, Луцк имеет свою атмосферу, он такой как бы запущенный, подзаброшенный, не ухоженный сам по себе, но мне все равно от него сложилось впечатление очень положительное, как будто бы там застыло время, как будто бы там столько положительной энергетики, там такой парк красивый, большой, просто ты находишься в этом городе, в Липецке, и тебя окутывает спокойствие, какая-то положительная энергетика. Потом мы как-то двинулись в Тулу, честно говоря, Тула мне не понравилась, я поняла для себя, что вот такие вот рабочие города, типа как вот, знаете, там вот самовары, пряники делают, ну, какие-то есть там музеи, каких-то мультяшных героев, ну, совсем еще советских, еще до 80-х годов, я не знаю, может 70-х, 60-х, но нам это ничего не говорит, и посещать мы их не стали, и, в общем-то, по сути, там на мой вкус делать нечего. Но если вы любите вот такое, типа самовары связанные, там какие-то такие вот рабочие профессии, и посмотреть, как это было раньше, то может вам понравиться, но мне не понравилось в Туле, это чисто мое мнение, если вы девушка или просто, не знаю, кто меня смотрит, девушка, парень, и вы из Тулы, я не хочу вас ни в коем случае видеть, это чисто мое субъективное мнение, но вот знаете, понимаешь, что город не твой, вот, не твоя энергетика, не твое, но в любом случае, я очень рада, что посетила Тулу, мне было интересно, там красивый центр, вот сам центр города, и сейчас мы находимся на острове, в общем, чтобы завершить всю эту беготню, с спокойствием таким, и дальше двинемся, уже это Московская область, двинемся в Москву, домой, и, в общем, про переезд, тоже охлаждает этот вопрос, мы, в общем, думали, размышляли, решили, что ипотеку мы брать точно не будем, мы не хотим жить в долг, мы не хотим на 10 лет, или сколько быть привязаны, обязаны кому-то, то есть мы решили, что мы просто переедем в область, где будет жилье дешевле, так как муж сейчас работает удаленно, он больше не зависит от того, что нужно ходить в Москву в офис, то есть у него нет больше такой обязаловки, он может работать где угодно, мы решили, что мы переедем в маленький поселок, откуда он родом, опять же, это все равно Московская область, опять же, у нас есть машина, если мы захотим, мы сели на нее, на выходных, например, и поехали в Москву, то есть все равно, Москва остается в пределах, да, нашей доступности, в любом случае, все равно, когда ты живешь, ты не ездишь каждый день по торговым центрам, ты просто живешь дома, где-то возле дома выходишь, и так далее, то есть мы решили переехать в область, опять же, мы будем экономить за счет этого на жилье, мы сможем какие-то деньги, может быть, не может быть, а мы сможем какие-то деньги откладывать, и в общем-то, вот так вот, на данный момент мы решили так, ипотеку мы точно брать не будем, мы не хотим этого делать, мы хотим переехать в маленький город, поселок, маленький поселок, жить там, там на выходных, или куда ездить, в общем-то, куда захотим машина ездит, и за счет этого будет экономия в деньках, и за счет этого будет, кстати, Алиска, она же приписана в области, как раз там, то есть ей в следующем году в школу, она пойдет там в школу, потому что сейчас в Москве с этим сложно, нужно, чтобы пойти в школу здесь, вот в Москве, быть прописанным в Москве, либо хотя бы сделать временную прописку, а временную прописку нужно делать хотя бы с одним из родителей, если частная школа, она стоит каких-то сумасшедших денег, мало того, сама что-то впугивает, даже не ежемесячная оплата в частной школе, то, что нужно заплатить абонемент 250 тысяч, то есть не факт, что мы тут будем жить там через год, через два, и что же мы так в каждой школе будем оставлять 250 тысяч, это, конечно, просто сумасшедшее, 250 тысяч, и плюс каждый месяц, ну, и плюс каждый месяц платить, вы понимаете, да, о чем 250 тысяч, это как, как же оно называется, в общем, вы платите раз за 11 лет 250 тысяч, и потом ежемесячная оплата, я забыла, как это называется, то есть помимо ежемесячной оплаты за частную школу, нужно еще в каждой школе, в которой ты учишься, заплатить 250 тысяч, но это раз за 11 лет, я надеюсь, я правильно объясняю, то есть вы понимаете, да, неизвестно через 5 лет, где мы будем, может быть мы куда-то захотим переехать, или еще что-то, ну, то есть это сумасшедшее какое-то, то есть вот так вот, такой у нас будет переезд, мы это окончательно решили, и я вам его озвучиваю, то есть я думаю, все рассказала в такую болталку, и я хочу от вас, знаете, вот были ли у вас в жизни какие-то знаки, потому что у меня все-таки они были, и главное на них обратить внимание, они могут показаться какими-то незначительными, или вы на них не обратите внимания, но все равно они есть, и я не верю в Бога, но я верю в какую-то положительную энергию, энергетику, отрицательную энергетику, вот что-то такое, то есть и когда вот какие-то знаки предшествуют, особенно какому-то событию, и ты когда понимаешь это, действительно думаешь, если бы я сделал так, а не так было бы по-другому, и так далее, было ли у вас какие-то знаки, ну, что-то такое, еще хотела сказать, ладно, я понимаю, если бы мы вот были какая-то вот семья, у которых там вот есть, да, люди, какие-то невезучки, у которых постоянно какие-то траплы происходят, у них что-то, тогда, может быть, на вот эти знаки не обращали внимания, а так у нас все хорошо, 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 и тут началось, какие-то невезучки стали, и я мужу говорю, смотри, сейчас мы повернем, и будет у нас все нормально, мы повернули, спокойно доехали, и до Липецка, и до Тулы, и до острова, все хорошо, вообще без происшествий, даже ребенка не тошнило, как-то так, надеюсь, я ответила на все ваши вопросы, всем вам большое спасибо за внимание, всем пока-пока!